Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в программе «Потенциал» у нас участвует Алтанай Алогушева. Она является главным специалистом управления Международного сотрудничества Министерства юстиции Крысской Республики. И мы сегодня будем говорить о деятельности Министерства юстиции Крысской Республики в рамках Совета министров юстиции, государств, членов Содружества независимых государств. Добро пожаловать к нам в студию, Алтанай. Здравствуйте, спасибо. И прежде всего о предыстории, как работает Совет министров юстиции, и постепенно перейдем к остальным вопросам. Начну с того, что Совет министров юстиции, государств, участников СНГ, был создан в 2005 году. И решение о создании данного совета подписало пять государств. В частности, это Республика Армения, Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. И с 2005 года, получается, она действует. И как проходит работа Совета? В какой форме? Работа Совета проходит в форме заседания. Стороны заседают, где они утверждают повестку дня следующего заседания, определяют основные направления деятельности, по которым стороны будут в дальнейшем работать, и подписывают совместные заявления по итогам прошедшего заседания. И сколько уже заседаний таких состоялось? С момента создания Совета было проведено 11 заседаний. Какие задачи выполняет Совет министров юстиции? Основные задачи — это содействие гармонизации законодательства государств, участников СНГ, содействие развитию дружественных связей между министерствами юстиции, а также разработка предложений об укреплении сотрудничества вопросов, входящих в компетенцию министерств юстиции. И потом министерство юстиции вносит их в установленном порядке на рассмотрение вышестоящих органов, в частности, это Советы глав государств и Советы глав правительств СНГ. И при этом какие функции они выполняют тогда? Ну, это осуществление взаимодействия с другими органами сотрудничества, в вопросах правового обеспечения функционирования СНГ, проведение анализа состояния интеграционного взаимодействия государств-участников СНГ именно в правовой сфере, и подготовка рекомендаций по его совершенствованию. А в Бишкеке проходило подобное заседание? И если да, то когда состоялось такое заседание? Да, в сентябре 2015 года в Бишкеке прошло 10-е заседание Совета министров юстиции. В нем приняли участие министры юстиции Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также заместители министров юстиции Республики Армения и заместители министра юстиции Республики Беларусь. И в ходе обсуждения министры юстиции приняли решение о создании рабочей группы Совета юстиции по выработке предложений относительно вопросов совершенствования механизмов реализации Минской и Кишиневской конвенции. Следует отметить, что в рамках деятельности СНГ особое внимание уделяется именно данным конвенциям, потому что они направлены на защиту прав и основных свобод граждан. А следующее заседание где тогда будет проходить? Следующее заседание планируется провести в Армении. И каких вопросов будет рассматриваться на нем примерно, скажем так, вот вы эту повестку формируете сами или, скажем так, процедура формирования повестки дня какова? По итогам заседания стороны приходят к общему выводу, подписывают протокол заседания, а также общим количеством голосов принимают проект повестки, который подписывается Министерством юстиции, а затем по дипломатическим каналам принимающей стороной рассылается всем государством-членам. Ну, информация, которую вы предоставили, она кажется, что, ну, как бы это, прежде всего, работа министров юстиции, то есть это, как бы, такая узбковедовственная работа, но на самом деле она затрагивает интересы защиты людей. В частности, какие нормативно-правовые акты вы можете отметить? Как я уже отметила, что особое внимание уделяется именно оказанию правовой помощи в рамках деятельности СНГ. И таким образом действуют две конвенции, это Минская и Кишиневская. Они регулируют четыре основных направления, то есть это вопросы правовой защиты и правовой помощи гражданам, отношения по гражданским и семейным делам, признание и исполнение решений, а также вопросы правовой помощи по уголовным делам. Таким образом, страны СНГ, заключив данный документ, они предоставили всем лицам, которые проживают на их территориях, равную правовую защиту в отношении своих личных и имущественных прав. Таким образом, граждане и юридические лица стран-участников СНГ могут свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и иные полномоченные органы. — Замечательно. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня о деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики в рамках Совета Министров юстиции государств и членов Содружества независимых государств нам рассказала Тунай Алагушева. Она является главным специалистом управления международного сотрудничества Министерства юстиции Кыргызской Республики. На этом наша передача «Потенциал» подошла к концу. Мы желаем всего самого доброго. До свидания.